Привет, друзья! Это озвучка полного боя Сайтамы против Гару из манги One Punch Man, который длится аж два часа, так что садитесь поудобнее, возьмите поесть и приятного вам аппетита! Но прежде чем мы начнем, хочу выразить отдельную благодарность донатерам и подписчикам на Бусти. Огромное вам всем спасибо, друзья! Вы являетесь моей поддержкой и мотивацией, и без вас я бы не справился. И да, нас совсем скоро будет 100 тысяч! В честь этого я постараюсь выкладывать видео каждый день. Для тех, кто тоже хочет поддержать меня донатом, ссылка будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Ну а с вами Аниманга, и мы начинаем! Это Сайтама! Что здесь произошло? Мы телепортировались! А куда делся старик Бласт? Все побеждены? Монстры... Герои... Тебя опять разломали, Генас? Ты в порядке? Мастер... Это он с тобой сделал? Нет. Враг, с которым я сражался. Кинг разобрался с ним своей суператакой. О? Суператака Кинга? Я могу вспомнить только его суперкомбо из той дурацкой игры. Но есть кое-что странное. О? Я чувствую ту же зашкаливающую энергию суператаки Кинга от этого монстра. Наверное, неисправность. Что вообще со мной случилось? Уже не говоря об этом теле. Я даже не помню, как я выбрался из-под земли. Я потерял сознание под землей, погребенный под обломками. В это время передо мной мелькали моменты из прошлого. Я чувствую дрочь в твоих кулаках. Для начала закали свое сердце, а затем следуй его голосу. Он вернулся? Ты... Ты герой тринадцатого ранга С-класса Световой Флэш. Ты герой, но все равно бьешь как младенец. Ты единственный выживший из ассоциации монстров. Ты и вправду наделал здесь много проблем. Ты король монстров. Герой монстров? Ха. Я догадывался, что был кто-то вроде этого. Тебе лучше хорошенько запомнить. Мое имя. Гарроу. Я тот, кто достигнет божественного уровня угрозы и исправит этот мир. А? Гарроу? Охотник на героев? Просто, чтобы ты знал, я не имею никакого отношения к ассоциации монстров. Они не смогли запереть меня в этой жуткой коробке. Как я и думал. Позвольте пройти. Ты монстров мициировался, но все еще не встал на сторону монстров? Как разочаровывающе. Нам следовало избавиться от тебя еще в самом начале. Хм. Значит, остался еще один. Спасибо, что вышел сам и освободил меня от поиска. Я сражусь с вами обоими. Вы падете от моих непровизойденных техник. Я сражусь с любым, кто хочет битвы. Абсолютное зло непоколебимо. Монстры. Герои. Я уничтожу всех и стану великим символом ужаса божарственного уровня. Нападайте. Сайдама! О, Кит? Я знал, что ты сделаешь это. Сделаю что. В любом случае, хорошо, что ты в порядке. Я... Я верил в тебя. Я знал, что ты придешь. Я очень боялся, но... Сделал все, что мог. Словно камень... Ага. Я боялся, что не успею показать тебе плоды моих трудов. Но я рад, что ты пришел вовремя, Сайдама. А что ты там говорил про камень? А... Я про бои камни в почках. Мистер Геннс рисковал своей жизнью ради мистера Цумаки. Это было действительно отважно. Так вот в чем дело. Ты и правда вырос. Геннс, отличная битва. Мистер, когда пришло время самоуничтожиться, я не смог решиться. Смогу ли я теперь вообще стать сильнее? Я не совсем понял, но ты ведь не взорвался, верно? Это значит, что эта часть тоже стала сильнее. Не так ли? Мастер, это все благодаря вам и доктору Кусяна. Я ничего не делал. В этот день в небе над городом Зет сверкала сотканная и светогеометрическая фигура. Это передали по всем каналам, прописав происходящее Та Цумаки и другим эсперам. Однако, мало кто, кроме находящихся там, знал, что это были следы от битвы между тремя сверхсуществами. Удар лезвия ветра! Гарон! Флэш ослаб, потеряв свое оружие. Будет мудрым решение объединить силы против него, а затем сразиться один на один. Хочешь объединиться против него? Что ж, получи! Да как ты смеешь? Я никогда не приму предложение от такого, как ты! Да ты уже наполовину монстр! Я чувствую это! Я приблизился к созданию собственной техники. Не кулак горного потока, крушащий камни. Не кулак ветра, рассекающий железо. Не кулак взрывающегося сердца. Не кулак тигриного клагоправды. Не кулак чистилища бездны. Не вспеневающие озера кулак ледяной реки. Не кулак лежащего через горы пути дурака. Не кулак давления волевых точек. Не кулак ядовитого великана. Не кулак одинокого процветания. Через битвы я переработал все это в собственную технику. Они соединились в угрозу божественного уровня. Я назову это... Кулак чудовищного бога бедствия. Нет, погодите. Кулак чудовищного убийцы богов. Чтобы доминировать над всем миром, как абсолютное зло. И погрузить человечество в пучину отчаяния. Кто-то настолько ненадежный, как бог должен быть повержен моими руками. Сверхатомный авианос. Что это за свет? Капитан, массивный объект по правому борту. Мы не можем разминуться. Среднодорожники. Приготовьтесь к одновременю. Капитан, массивный объект по правому борту. Капитан, массивный объект по правому борту. невозможно непростительно световой кулак чейдерская вращающая защита ладиновые кольца так это и есть тот уровень которого может достичь обычный человечешка скользящий теневой пинок ты полностью открыли что-то не так с твоим духом ты как этим на блеск когда кто-то превосходит тебя в твоей специальности теряешься и пытаешься защитить хотя бы свою гордость это и значит быть героем а тех кто действительно хочет защитить слабых остались только ты и я теперь когда остались только двое вспышки даже ускорились и световая траектория стала еще плотнее чем прежде беспристрастно ускоряясь словно нейроны гароу плачь позволь пройти когда придет время не жди что кто-то придет и спасет тебя кто ты татсумаки ты воспротивилась этому ты правда выросла а кто это и блаз куда он убегал блаз значит он существует мы смогли остановить его на самой грани но я позволил ему войти с ней в прямой контакт когда мы попали в пространственную расщелину благодаря эффекту куба ты кинг верно о что так точно я оставляю этот сумак и на тебя я должен вернуться чтобы обеспечить поддержку поддержку я сражаюсь не один знаешь о о эй погоди о он исчез о о о х 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уровень угрозы. Неизвестный. Злой океан. Как насчет этого? Нет! Девушки отдыхают. Мелкой сошке не удастся одолеть технику, призванную вселить страх в самого бога. Такой сильный. Пацан, он смог сбежать. Мгновенная регенерация. Я должен отвлечь его. В чем дело? Нападай! Ну уж нет. Беспокоишься об этой мухе? Не понимаю, о чем ты. Если сдвинешься еще хоть на дюйм, мой собрат прихлопнет ее своей океанской пушкой. Великий пас, младеношки. Великая океаническая пушка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Жалкий дурак. Ну и где теперь твоя провода? Удар из серии серьезных. Серьезный удар. Чувак, я весь промок из-за этих брысков. Занимайся этим где-нибудь еще. А? Зафиксирована аномальная океаническая активность. Держитесь, не выходит. Нужно поднять судно на вершину волны. Главная турбина и штурвал вышли из строя. Мы потеряли контроль. Черт. Эй, там кто-то на палубе. Что? Не может быть. Тут не хватает места, чтобы поднять эту штуку. Так вот что чувствуешь, когда занимаешься серфингом. А? Упс. Она погибла. Это был какой-то технический катаклизм. Ах ты, сучий. Боевой дух. Драконный разгром. Крепкая. Стальная пита. Ты охотник на героев. Снова решил встать у меня на пути? А? Получай. Сейчас не время. А? А ну стоять. Теперь ты выглядишь как реальный монстр. Наконец решил показать свою настоящую сущность? А? Черт Ас-2, я дам тебе свалить. Отлично. Еще одна боль в заднице. Смотрите, океан расстрелился. И из-под земли вырвалась эта гигантская тварь. Некогда уже о том окромном световом узоре. Да что здесь вообще происходит? Готовьтесь, букашки. Берегитесь! Проваливайте! Проваливайте! Что за херня происходит, а? Помогаешь сбежать вертолету и бьешь монстров. Несмотря на то, что сам себя таким считаешь. Ты, похоже, стал даже нормальнее, чем был. Заткнись. Это был превосходный шанс позволить им рассказать всему миру о том, насколько я ужасен. Как бы то ни было, эта гигантская срань охотится за вертолетом. Пацан, которого вы, идиоты, спасаете, находится там. Мы должны выиграть для них время. Как насчет того, чтобы ты стал приманкой, а, герой? Это кем ты себя возомнил, чтобы помыкать мной? Я не знаю, почему ты вдруг решил стать хорошим парнем, но хрена с два я объединюсь с монстром, напавшим на меня из-под тишка. И это из-за тебя я не смог прихлопнуть прошлую многоножку. Поэтому с этой я разберусь сам, так что катись к черту. Ах, да я тебя размотал, когда еще был человеком. А ты тут выпендриваться решил? Спасение пацана должно быть твоим приоритетом, сраный эгоист. И ты называешь себя героем С-класса. Эй, раздражающие букашки. Заткнись. Взгляните, этот монстр напал на нашу репортерскую команду. Тем не менее, вертолету удалось спасти с места происшествия. Смогут ли герои С-класса одолеть это ужасное чудище? О, как пугающе. Мы можем только молиться за них. Ой-ой, если бы он охватился за вертолет, они бы не смогли сбежать. Но ведь вертолет не упал, не так ли? Ага. Я не чувствую от него убийственной ауры. Хозе, почему? Ну, полагаю, так и есть. Дикая торнадо! Вихревой горный поток, кулак левушь и ауры, разрушающий бездну. Никакого эффекта. Ее не так просто завалить. Какой бы урон я ни нанес, она все равно регенерирует. Пол-монстр заноза в заднице. Но тот, что с палкой, не проблема. Может взять его в заложники? Ты даже царапины ему нанести не можешь, тупая бита. Если не начнешь помогать, я тебя прикончу. А? Да я тебе по шкуру снесу, чертов монстр. Похоже, ничего не выйдет. Если мы не уничтожим его от головы до хвоста одновременно, мы ничего не добьемся. Ну и сколько героев С-класса для этого понадобится? Черт, надо догнать. Если не можешь за мной угнаться, вали отсюда. Что такое? Заставь его взлететь выше. Двигатель нестабилен. Она приближается. Черт, не выходит. Без моего ведущего глаза я не могу нормально прицелиться. Собираешься пристрелить героев, которые там сражаются? Ага. Стальная бита и... Ага. Кто это? Оно у нас достало. Все хорошо, успокойтесь. Черт. Сопляк. Эх, что такое? Устали мельтешить вокруг. Жалкие блохи. Эх, дядька. Великий марш многоножки. Боевой дух. Стальная бита только что. Земля ружится. Дядька. Ваншотер. Михаэспер. Я буду ведущим глазом. Великолепно. Я вижу. Пожалуйста, сосредоточься. Умри. Я попал. Получай. Мы сделали это. Ну что, Сич, я был прав. Это что за герой? Он слишком зелен. Я знаю его. Я все еще должен его прикрыть. Вот о чем я говорил. Спокойно. Позволь пройти. Прочь с дороги. Спираль сокрушающей победы. Упс. Ты можешь бить меня сколько хочешь. От этого я стану лишь сильнее. Он ни капли не изменился. Как ты мог стать сильнее после стольких ран? Мужчина наиболее силен, когда ему есть кого защищать. Гарроу, в пятиста метрах за тобой огромная сеть. У нас нет выбора, кроме как остановить ее прямо здесь. Я с ней разберусь. Своли. Я сам справлюсь. Мне не было дела до второй букашки с самого начала. Думаете, ваша команда сможет высоедить против моих совместно работающих 6666 ног? У тебя есть план, как разобраться с регенерацией? Просто раскрошим каждый дюйм его тело. Ясно. Великая 6666 нужная дрель. Вихрь водяного потока. Боевой дух. Кулак лыка убыти драконов. Дикий ураган. Объединение. Как герой и монстр могли это сделать? На самом деле, они даже не пытались объединиться. Причиной, почему индивидуальные техники сформировались в комбо-атаку, было то, что несмотря на разницу в их силе, ее природа была одинакова. Резонанс и усиление. Будто благодаря Гарроу, разрушительная сила биты резко возросла. Жалкая букашка смогла пробить мой экзоскелет. Не будь таким самоуверенным. И благодаря этому резонансу, сила Гарроу также выросла. Не могу регенерировать. Как я и думал. Это твое ядро регенерации. Я заметил ранее, что каждый раз, когда ты регенерировал, энергия исходила отсюда. Я уже видел такое. Отдай! Лови! Ублюдок! Тебе лучше победить, кусок дерьма. Нам еще предстоит устроить реванш. Ты? А? Что ты делаешь в таком месте? Милая маска, я могу спросить тебя то же самое. Тут отвратительный монстр порвал мои любимые джинсы. Этот парень с телевидения? Ты в поход собрался? Эта палатка была бы полезна в чрезвычайной ситуации. Ок, но это мой свитер. Следуй за мной. Я доведу тебя до безопасного места. Затем я снова вернусь на поле битвы. И порву того ублюдка, который испортил мои джинсы. Да, но я все еще не могу двигаться. Мне нужно поесть. Кто он такой? Он не похож на монстра, но выглядит жутко. Что-то не так? Ничего. Хорошо, тогда удачи. Тебе тоже. Какой странный чел. Так? Тебеmentation? Так. Какой странный чел? Сломать черепки? Да, таким образом я даю новичкам показать свои умения. Что ж, пришло время старшему преподать пример. Они керамические, так что аккуратней, вы можете пораниться. Забыл предупредить. Да их никто не сможет сломать. О, ты был близок. Осталась только одна. С этого все началось. Но сейчас... Я достиг воплощения! БОЕВЫХ ИСКУШЬ! Эта тварь сказала, что оно божественное возмездие. ЧУШЬ! Это было благословение. МОЙ КУЛАК ДОСТИГ СОВЕРШЕНСТВА! В этот раз я всех уничтожил, старик. Что тут происходит? Все были повреждены. Из-за этой штуки тут так темно. А-а-а! Что это там? Э-э-э-э! Этот монстр пытается убить сверхсветового флэша во сне. Вставай! Ну давай же! Нам нужно сваливать отсюда! Эй! А-а-а! Мри, монстр! МИСТЕР САЙДАБА МИСТЕР САЙДАБА Где же Мистер Сайдаба? А-а-а! Отлично, Кинг! Ты сумел спасти Тацумаки! Вы? Ребята! Узри же! Появление новой группировки Метель! Кто это? Сестра! Держись! Я передам тебе свою энергию! Разве это безопасно? Ты ведь уже достаточно перенапр... Помолчи! Мастер, помогите мне! Если я хотя бы немного помогу исцелить Тацумаки, она сможет перенести нас отсюда при помощи Телекиняза. но для меня этого недостаточно торнадо даже не думай умирать пока мой стиль мастера в майке не сумеет превзойти твою силу вперед не прикусите языки кинг адская метель потратила все свои силы на лечение тебе придется приземлиться раньше других и поймать и ударные волны от супер ловящего стиля кинга могут только усугубить раны не думаю что это хорошая идея окажется это подходящее место о погодите все хорошо мы подождем прямо здесь а теперь а теперь что это было я не знаю но этот наклон корабля вызвал цунами а чешуя монстра было близко великолепно кинг было бы опасно бросать их на корабль в тот момент мистер сайтапа вы как всегда прямолинейный а мы больше не можем тут оставаться а кстати что случилось водяным монстром а ты еще кто а а все герои с класса валяются на земле даже в такой ситуации они не смогли ничего сделать полагаю это значит что вы не сдались теперь я без проблем стану абсолютным злом мой боевой стиль теперь завершенен мне больше нечего бояться хотя так не должно быть но меня что-то гложет у меня чувство что я упустил что-то очень важное а что же это не могу вспомнить о точно что случилось водяным монстром а кем ты пытаешься быть ты еще кто спрашиваешь кем я пытаюсь быть Еще один тупой герой отделился от спасательной операции. Следуй голосу своего сердца. Извини, старик. Я собираюсь сделать кое-что. Что могу сделать только я? Я Гарроу, монстр. Я тот, кто погрузит человечество в пучиное отчаяние. Тот, кто станет абсолютным злом и заставит всех людей почувствовать боль, на которую все эти герои закрывают глаза. А, абсолютным злом? Ты злодей? Разве ты только что не спас вертолет от той многоножки? Ты даже разделил ее на две части крутым карате ударом. Что с этим парнем? Он наблюдал за мной? Ха. Абсолютное зло, в конце концов, значит абсолютную силу. Мне нужны были свидетели, чтобы увеличить свое влияние. Я хотел показать пассажирам вертолета, что я сильнее любого героя или монстра. Смотри внимательно. В этот раз монстр победит. А? Если ты понял, то проваливай и подумай о смене профессии. Я не остановлюсь на ассоциации монстров. Ассоциация героев также будет уничтожена. Я заставлю весь мир осознать неоспоримость моей силы. У оставшихся героев будет только два выбора. Сдаться или выступить против меня и быть раздавленным. Хорошо, хорошо. Если ты не монстр, я ухожу. Ха. Ты вообще меня слушал? Я имею в виду, что ты даже не похож на монстра. Похожий, здесь я не нужен. Ха. Я пришел пожаловаться на шум. Но мой дом взорвался, и теперь я пытаюсь найти свои вещи в этих волнах. Я сейчас готов планету разнести. Я думал выпустить пар на этом короле монстров. И следил за тобой, потому что ты выглядел крутым и сильным. Но похоже, это не так. Мне нет дела, играешь ты в монстра или в героя. Просто не перестарайся, ладно? Увидимся. Ага, что это за аура? Кто этот парень? Такое чувство, что я уже видел его раньше. Нет. Не имеет значения, кто он. Эй. Ты что, не понял? Недооценивать абсолютное зло. Это большая ошибка. Будет достаточно сломить его дух, не убивая. Ха. Ничего личного. Ха. А? А? Извини, ты слишком быстро ко мне нёсся. Ага. Этот парень. Он. Да, я вспомнил. А, Гарроу. Разве он не... Это тот загадочный, сверхсильный, лысый парень, с которым я встречался из раза в раз. Гигантское упущение. Я забыл о самой главной цели. Расщелины исчезли. Думаю, теперь мы сможем эвакуироваться на лодках. Сейчас всё тихо, но монстры всё ещё могут показаться в любой момент. Прежде всего, мы должны перевезти раненых и сделать это как можно скорее. Кстати, о монстрах. Те две гигантские штуки, что устроили здесь хаос. Их обоих вдруг разорвало на две части. Что же произошло? Должно быть, это дяденька. А? Дяденька уничтожил их. Он суперкрутой герой, который защищал меня. Ага. А это случайно не был мужчина среднего возраста в майке? А, не думаю. О-о-о-о! Опять что-то случилось! Не уверен в последствии ли это чей-то битвы. Или просто природный катаклизм. Мы даже не можем определить врага это или союзник. Слишком много перемен на поле боя. Мой кулак. А-а-а-а! Ты чего это вдруг драться начал? Хотя я и так хотел тебе кое-что сказать. Так что без разницы. Слушай, когда я говорю. Да что не так с этим лысым? А что-то приближается. Берегитесь! Он слишком силен. Дяденька! Эй, погоди! Эй, дяденька! Я ничего о нем не знаю. Но он помог нам одолеть ту многоножку. Черт. Я был так близок. Именно когда я почти добрался до своей цели. На моем пути должно было встать главное препятствие. Я должен от него избавиться. Или я никогда не стану абсолютным злом. Дядь, лооо! Лооо! Это монстр? Ха-а-а! Убегайте! Лооо! Хм, что это? Мое тело мутировало вслед за моей яростью. У них не хватает людей, чтобы сражаться, параллельно защищая раненых. Ха-ха! Уплывайте! Следуйте за течением. Она приведет вас к морю. А? А? Где Торео? Сила переполняет меня. С ней я смогу. Хм, ма-а-а! Ха-ха-ха-ха! О! Так ты жив? Ха-ха-ха! О! Так ты жив? Ха-ха-ха! Это и правда он! Ха-ха-ха! Дяденька! На этот раз я не убегу! Дяденька! Ты же все это время был героем! Да? Сколько раз тебе повторять, тупой сопляк? В каком месте я герой? Присмотрись повнимательнее Я наконец-то стал истинным монстром Ты герой! Что? Уже в четвертый раз я точно знаю правду Когда бы я не попал в беду Вы всегда приходите спасать меня Для меня вы самый крутой и великий герой из всех Поэтому, пожалуйста, прошу, перестаньте притворяться монстром Иначе люди будут не понимать вас и ненавидеть А я не хочу этого Черт, не делай такое лицо Только не сейчас Когда я наконец Наконец Могу показать тебе победу монстра над героем Эй, ты Гарроу, верно? Чувак, ты расстраиваешь тарика Бенго Ты охотился на героев, разрушал Дадзё А теперь притворяешься монстром и заставляешь детишек плакать? Ага, герой? Герой? Веди себя как взрослый, черт возьми Лучше обойтись без гневных припадков и истерик Ты обиделся, что я назвал тебя непохожим на монстра? Твой косплей выглядит довольно сложно Ага, ты добавил деталей? Смотри внимательно, сопляк Я разрушу твой взгляд на мир И покажу, как бессильны герои В живых не останется никого из тех, кто мог бы тебя убить или защитить Буду лишь я, доминирующее абсолютное зло Которое положит конец этому несправедливому миру Который был так жесток с такими, как мы с тобой Что? Дяденька, вы собираетесь драться с этим героем? Не надо! Если вы побьёте героя, все вас возненавидят! Уйди с дороги Хочешь ударить меня? Ну давай А? Струсил? Не смеши Не волнуйся, я не пострадаю Давай-ка разберемся с этим вон там Дяденька! Эй, ты ведь хочешь, чтобы я остановил его не убивая? Так? Отлично! Положись на меня! Чёрт! Моя монстрификация ускорилась Я точно стал сильнее Но Кажется, будто я ни на шаг не приблизился к его уровню Чего именно ты добиваешься? Гарроу Раз уж ты охотишься на героев, я думал, что у тебя какая-то обида на них Но потом ты встал на сторону героев против многоножки и спас людей Если хочешь таким заниматься, можешь просто стать героем Почему ты притворяешься монстром? Пошёл К чёрту Во-первых, когда я это помогал героям? А-а-а, тупоголовая бита оказался там случайно И я просто использовал его Э? Тупоголовая бита? Если я не сконцентрируюсь на собственной одиночной силе Я никогда не добьюсь своей цели А-а-а, твоей цели? Это типа та штука про абсолютное зло и мир во всём мире, да? А-а-а Ч-ч-ч-ч-ч-чего ты это вообще взял? Ну, ты похож на чувака, который бы помог упавшему ребёнку встать на ноги и начать сначала А у этого пацана кишка не тонка Он даже не думает сбегать Тебе стоит прислушаться к его чувствам А-а-а, заткнись! А-а-а Кулак убийцы богов Моментальная атака Эти твои странные движения, когда ты уклоняешься от моих ударов Это что-то типа боевого искусства, а? Нет, это совершенная боевая техника Будь благодарен за такой опыт Этот тупица Он уворачивается от моих комбо-атак только за счёт скорости и рефлексов Но его техника крайне несовершенна В ней полно уязвимостей Отсутствие техники тебя и погубит Твоё следующее движение и всё, что после него Я легко могу прочитать их всех Кулак убийцы богов Восходящая атака Величайший удар Попадать Не важно, как прочны твоя кожа и кости. Натренировать внутренние органы невозможно. С разорваными внутренностями даже он больше никогда не сможет геройствовать. Больше никогда. Что? Открылось! Ура! Мы спасены! О, здание! О, а чё это вы тут выползли? О, герой! Мы сотрудники подземного убежища! Мы попали в ловушку, когда проверяли, остался ли кто-то на поверхности. Вокруг была кромешная тьма. Не получалось даже позвать на помощь. Мы думали, нам конец. А, похоже, обломки снесло вместе со зданием. Не знаем, как я отблагодарить вас. А, не меня. Вон тот парень сделал это. Спасибо вам огромное! Ребята, вам лучше эвакуироваться, пока это возможно. Да! Чувак, как для абсолютного зла ты неплохо спасаешь людей. Отлично сработано. Моё совершенное боевое искусство. Ты, ублюдок, издеваешься надо мной? Арена эвакуации. Дорога закрыта. Все ли гаража не эвакуированы? Остались двое пенсионеров. Смотрите, как близко подобралась Лава. Она накроет весь город. Папа, наш дом сгорит? Ничего. Пока мы живы, всегда можно начать сначала. На вершине что-то светится. Это вулканический свет? Похоже на предвестник землетрясения. О, ты снова стал немного круче. Да! И это ты называешь немного? Да! Как тебе такое? О, гора! Раскололась! Лава потекла по другой стороне! Ему плевать даже на это! Да! Если удар, не навредивший ему, расколол скалу под ним, значит, его тело прочнее, чем она. Этот парень крепче скалы. О? Хе-хе-хе-хе-хе. То, что у тебя что-то получается, даже когда ты не стараешься, напоминает мне Кинга. У тебя отличные геройские инстинкты, разве нет? Хе-хе-хе. Мы должны найти Торео. Все, кто еще может двигаться, за мной. Нужно добраться до берега. У-у-у-у-у-у! А-а-а-а-а! А-а-а! Р-р-р-разбухший труп? Хе-хе-хе. Выходит, были гражданские. Кто не успел? Вовремя. Это так трагично. Бедняга! Покойся с миром. Это же свинобак. Хватит придуриваться. Техника. Нет. Скорость. Нет. Сила. Нет. Комбо-атака. Как, черт возьми, мне достать этого парня? Ого, довольно мило. У тебя так много рук. О, и правда, их еще больше. Комбо-атака. Нет. Сметалка. Черт. Адака. Предельной мощи. Мы тонем. Нет, я не хочу умирать. Мамочка. Чей блестящей идеей был и марш просук через океан? И почему до сих пор нет героев или отряда спасателей? О, боже. О, учитель. Старшие, вперед. Другое измерение. Пространство вокруг Земли искажается. Магнитное и гравитационное поле сошли с ума. Что происходит? Что происходит? Что за... Земля вздулась? Похоже на то, что океанические плиты, вышедшие под землю под воздействием земной коры, вытолкнула назад какая-то мощная сила. Ого. Кто мог это сделать? Не могу представить, чтобы кто-то из землян был способен на такое. Вероятно, просто аномальный тектонический сдвиг. В любом случае... Этот ублюдок собирается прорываться через пространственно-временной барьер. Нужно поторопиться и починить его. Серия обычных ударов. Даже с удвоенными кулаками. Я не могу угнаться за ним. Мы не верились уничтожить наглеца, бросившего вызов Богу. Я думал, он говорил обо мне. Но это должно быть о нем. Иди-підкакт! Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Девушки отдыхают Вот так позволить себе проиграть Да пошло оно всё к чёрту Даже когда я сумел зайти так далеко Я был стёрт в порошок этой непреодолимой несправедливостью Неужели это всё? Я услышал тебя Рад, что вы все сумели выбраться Как они все поместились в его желудке? Мастер в майке! Мастер! Бесправный ездок Ребята, вы тоже сбежали из больницы? Что не так? Эй, там... Что с этими облаками? Какие странные грозовые облака Гарроу Кто ты? Твоё самое сокровенное желание в шаге от того Чтобы быть разрушенным всего одним героем Заткнись Или я тебя прикончу Есть лишь один кулак Способный остановить Кулак, направленный против Бога Как думаешь, какой? Что ты имеешь в виду? Кто ты такой? Покажись Я лишь пытаюсь помочь тебе Старик Какой же учитель станет просто смотреть Как избивают его ученика? Идём Что-то приближается Гарроу? А? Опять так быстро сменил костюм? Гарроу Что с твоим лицом? Нечто Что может одолеть кулак Направленный против Бога Я понял Это может сделать только сам кулак Бога Его голос звучит, как будто он говорит из ванмы или типа того Пробуждённый Гарроу Форма космического ужаса Кулак горного потока Крушащего камни Требует знаний о течении бушующих потоков энергии Которых он воссоздает при помощи тела пользователя А затем вкладывает в кулаки Способность Гарроу адаптироваться и копировать техники Является продолжением этих потоков Теперь Гарроу Постиг течение всех энергий И поведение всех сил во вселенной Кулак Истребление жизни Ядерное расшипление Что на этот раз? Система обеззараживания запущена во всех частях судна Это предупреждение Оно означает ядерную атаку Это Напоминает энергетические сферы бомжа Императора Божественная сила Эти взрывы Такие мощные Система обеззараживания запущена во всех частях судна Система обеззараживания запущена во всех частях судна Что, черт возьми, там происходит? Сэнсэй Чувак, ну что за дела? Ты окончательно испортил мой костюм Сейчас тебя реально волнует твой внешний вид Я вижу все твои движения насквозь Ага, опять разбрасываешься пафосными фразами Как плохой парень перед тем, как получить по лицу? Я чувствую, что способен на все В боевых искусствах есть секретные техники Называемые шокей Которые одалживают силы природы Путем имитирования движений живых существ Я называю их режимами Так круче звучит Например, как тебе этот режим Сайтама? Серия обычных ударов Серия обычных ударов Впервые кто-то дал тебе отпор при обмене ударами Ты будто язык проглотил Сейчас мы, возможно, равны Но скопированные мною техники Всегда молниеносно оттачиваются до совершенства Скоро ты сам станешь лишь моей жалкой копией А? Чувак? Я же пообещал пацану, что не получу ни царапины Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Я на твоих глазах почти достиг такой же бесконечной силы Как у тебя А тебя все еще заботит тот пацан Это заставляет меня сожалеть о том, что я не успел Показать ему, как весельный герой Видишь, тебя он тоже заботит Кулак Истребление жизни Не знаю, что это Но думаю, эта штука принесет серьезные проблемы, если коснется земли Ха-ха-ха, дурак Ты не можешь отбить мою атаку Обычным прыжком Гамма-взблеск Гамма-взрыв Это энергия, выделяемая умирающей звездой И самый разрушительный взрыв во вселенной О, свет ярче, чем днем Да, это был чей-то прием Ага, не может быть Слишком ярко Башка кружится Эй, световой флэш Что здесь делает монстр? Я просто нашел экзотичного зверька Которого можно использовать как фонарик Ага, это я, экзотичный зверек В тот момент Все присутствующие герои поняли Что вне всякого сомнения Источником тех взрывов было это чудовище Гаррол Монстр? Это правда охотник на героев? Он превратился в монстра? Это давление Очень плохо Я могу ошутить его кожей Бежать бесполезно Я, наконец-то, стал им Символом ужаса Который вербнет героев в отчаяние Абсолютным злом Аааа, спасибо Гарроу, это ты? Старик, так ты жив? Это форма, что с тобой случилось? Хотя, я чувствую, что ты снова в сознании Ты сказал спасибо Тот монстр, что ты с тобой сделал? Ааа, не совсем Я всегда был в сознании Протяни мне руку Ага, будто старик стал бы со мной няшничать Даже если ты не пожал мою руку Ты все же коснулся Ааа, так и знал Ты монстр Думал, если притворишься стариком Сможешь управлять мной как марионеткой Что ты сделал с моим телом? Я желаю сделать тебя своим аватаром Что до того, как использовать силу Силу? Ты уже знаешь, что делать После этих слов он исчез А я едва не отрубился от потока энергии Прошедшего по моему телу Старик, однажды Ты сказал мне кое-что Чувствовать течение энергии И становиться с ним единым целым Вот в чем сила кулака горного потока Я слился с потоком энергии И научился его контролировать Так что я правда благодарен Я сумел не превратиться в марионетку той пузырчатой твари Поэтому я делаю все по собственной воле Гарроу Что ты собираешься делать? Ты самый крутой герой Прости, Торео Пора прощаться Время вершить зло Веган Маккун Девчонок Император Что с тобой? Я вижу внутри Гарро Нечто инородное и зловещее Как я и думал Ты все же под контролем Приди в себя Гарроу Я уже говорил тебе Я все делаю по своей воле Серебряный клык прав Ага А ты еще кто? Я Бласт О мелочах попозже Ты находишься под контролем Бога Что ты сказал? Бога? Ты не совсем понимаешь суть божественной силы Твоя атака легко может привести к полному уничтожению всего живого Правда ли это твоя цель? Только посмотрите на этого пустозвона Друг появившегося из ниоткуда Даже если это так Что ты предлагаешь мне сделать? Если ты понимаешь всю серьезность ситуации Позволь мне перенести тебя в другое измерение Взгляни Обычные люди не способны выдержать космическое излучение Которое исходит от тебя Они не имеют иммунитет как я Поэтому могут погибнуть от одного твоего присутствия Похоже в нем еще осталось немного человечности Смог ли он избежать полного захвата сознания? Несмотря на это Выглядит он жутко Что было бы, если бы Бог полностью поглотил его разум? Я надеюсь, что он прислушается к здравому смыслу И отправится со мной Но если нет Это будет битва двух существ Манипулирующих силами космоса Чтобы определить, кто прав, а кто нет Божественная сила Не так уж и плохо. Одно мое присутствие означает смерть. Я наконец-то стал настоящим символом абсолютного зла. Не будь идиотом. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как изменится человечество под давлением постоянного страха перед абсолютным злом. Я ужасающее будущее. Угроза божественного уровня. Нет, я не позволю. Остановись, серебряный клык. Если подойдешь поближе, то умрешь. И что с того? Если хочешь это сделать, тебе придется сначала убить меня. Абсолютному злу никто не нужен. Окружающие люди будут лишь страдать. Прикончить старика прямо здесь. Никогда больше не видеть Торео. Вот что я должен сделать. В том числе для их же блага. Это мой шанс. Берегитесь! Генас! Ты не единственный, у кого есть иммунитет от излучения. Кибердемон? Хе-хе-хе-хе. Как героично. Так значит, тот лысик был настолько силен, чтобы иметь героя С-класса в учениках. В этом есть смысл. Портальная пушка. Пинудительная телепортация. Что это за дурацкая атака? Гравитационный кулак. Запечатать. Я понял, как использовать эту силу. Что? Ядерное расщепление. Гравитационный кулак. Порталы измерений разрываются от переизбытка энергии. Если бой продолжится, планета будет уничтожена. Нужно всех эвакуировать. Я вижу, ты не зря занимаешь первое место С-класса. Но сейчас мне не до тебя. Этот лысик все еще не выкладывается на полную. Если я скопирую его силу, а затем усовершенствую, я смогу победить. И чтобы заставить его сражаться во всю силу. Стой! Не делай этого! Мастер. Ты немножко опоздал. Ты же тот самый парень! Не приближайся! На, лови! Геннесс. Мастер, это удивительно. Как у вас получается пребывать на место происшествия вовремя? Так вот, что значит быть героем. Ага, да не, я всегда прихожу слишком поздно. Есть ли у меня на самом деле геройская интуиция? Похоже, что нет. Прием из серии серьезных. Серьезный удар. Режим Сайтама. Серьезный удар. Это энергия. Дело плохо. Земля будет уничтожена. Двойной серьезный удар. Портал не может выдержать такого количества энергии. Я не смогу перенести их достаточно далеко. Неважно как, я должен что-то сделать, чтобы максимально отдалить источник разрушительной силы от земли. Не стоит недооценивать землю. Подумать только. Есть еще один герой, кроме тебя, который сумел противостоять этой божественной силе. Кто он такой? Ребята, мы одолжим тебе силу. Что это случилось с этими двумя? Куда их отбросило? С таким количеством энергии, кто знает, как далеко их могло переместить. О, где это мы? Что за фигня? Этого не может быть. Но кажется, мы на Юпитере. У меня чувство дожавел от этого места. Но как бы то ни было, я наконец-то могу расслабиться и сражаться в полную силу. Этот парень совершенно невозмутим. Он вообще человек? Похоже, я понял, чего на самом деле хотел. Но я ни капли не взволнован. О, ой-ой. Если мой костюм прорвется, ядро просто выпадет. Лучше подержу его в руках. Эй, лысик. Знаешь что? Похоже, мы на одном из спутников Юпитера. Не знаю, как это случилось. Но нам стоит подумать о том, как выбраться. Заткнись. Разберусь с этим, когда отхвеначу тебя. Готовься. Мне достаточно и одной руки, чтобы разобраться с тобой. Ты так в этом уверен? Разберись-ка сначала с этим. Забудь про свои жалкие трюки и иди на меня с кулаками. Покажи мне свое совершенное боевое искусство. Он просто взял и схватил портал рукой. Трюки? Я поглотил множество стилы и техник. Сражаться, используя каждую снеги с другими. Вот мое искусство. Девущая аура, разрывающая небо. Сокрушение водяного потока. Высвобождение сердечного импульса. Вихревое рассечение. Ядерное расщепление. Гравитационный кулак. Я могу выпустить шквал постоянно меняющихся атак со всех направлений. Для моего кулака даже дистанция не имеет значения. От него никак нельзя увернуться. Я неотвратим. Я тоже так могу. Прием из серии серьезных. Серьезный переворот стола. Я даже не могу понять, где вверх, а где вниз. Убийственная серьезная серия. Всенаправленный серьезный удар. Достаточные изображения. Субтитры создавал DimaTorzok Соберись. Он просто прыгает по камням со своей абсурдной физической мощью. Если я поднимусь выше скопления камней, он больше не сможет так свободно двигаться. Земля. Я совершенно потерял ориентацию в пространстве. Словно насыканное в коробке, которую трясёт ребёнок. Чё ты важнее? Серьёзный удар. Так, силён. Бесконечно силён. Просто я буду бесконечно копировать его, пока не выиграю. Он намеренно копирует мои движения. А? Что-то не так? Ты же сказал, что собираешься скопировать меня, когда я серьёзен, и превзойти. Не так ли? Ну давай, попробуй. Всё же было ради этого. Не понимаю. Я отвечаю ему с той же силой. Но его каждая последующая атака становится ещё мощнее. Я не успеваю. Нет. Я глотаю пыль. Такими темпами, один из его ударов в конце концов может меня прикончить. Даже сейчас, Сайтама всё продолжал расти. Скорость роста его сил, и так прежде невиданных и несравнимых ни с кем даже близко, внезапно начала нарастать по экспоненте. Из-за всплеска незнакомых ему ранее эмоций. И даже тот единственный, кто мог наблюдать его рост, бесконечно отставал от него. Чувак, ты испортил всю мою одежду. Мне теперь как-то холодновато. Чёрт тебя дели! Теперь. Больше никому не узнать. Уровень силы Сайтамы. Чир! Цель. Ёзный. Чир! Это безумие! Что это, чёрт возьми, за монстр? Такое существо не должно свободно ходить по земле. Ха-ха. То же самое можно сказать и обо мне. Это солнце? Вот оно. Нашёл. Я могу телепортироваться в пределах моего зрения. Мне наконец-то повезло. Ха-ха. Адьес, Амегас. Наконец-то. В конце концов, я сделал это. Я вернулся. Ха-ха-ха. Я победил. Вау, этот приём был довольно потрясающим. А-а-а. Ты-ты-ты-ты. Я же отправил тебя в полёт в другой конец. У меня немножко живот скрутило. Но я сдерживался, пока не был ослеплён яркой вспышкой. А потом вышли эти газы. Они и дали мне тебя догнать. О, это место. Мы вернулись. Ты целился сюда специально? Ну давай. В чём дело? Почему ты не убьёшь меня? По сравнению с такими людьми, скрывающимися под масками, как ты или Кинг, я чувствую себя бездарностью и ненавижу это. Потому что я герой. А ещё, я пообещал тому пацану остановить тебя, не убивая. Я выполню его последнюю просьбу. Последнюю просьбу? Эй, куда это ты? Пацан в той стороне. Это всё моя вина! Я был слишком близко. Я... Тарео, так это правда. Я... Я... То самое ужасное будущее. Ты ведёшь себя странно с тех пор, как мы приземлились. Уверен, что никто с тобой ничего не сделал? Если бы даже и сделал, то только потому, что я слабак. Это просто смешно. Не победив тебя, мне не стать абсолютным злом. Но герой, который победил меня, говорит, я не создан быть героем. Ты мог хотя бы вести себя соответствующе. Если бы ты просто закончил начатое, не болтая о бредовой справедливости, я бы хотя бы мог покинуть этот мир, как истинное зло. Теперь первый человек, которого я хотел спасти, изменив этот мир из-за меня. Он... Так ты хотел его спасти? Разве ты просто не цеплялся за него за поддержкой? Цеплялся? Я? Да что ты можешь знать... Ага. Так ты тоже. Невозможно, чтобы человек с такой силой сохранил здравый рассудок. Ну так что ты дальше собираешься делать? У меня к тебе одна просьба. Ну так что ты дальше собираешься делать? У меня к тебе одна просьба. Ты меня понял? Подожди. Ты хочешь, чтобы я скопировал твое боевое искусство копирования? Слушай внимательно. Ты наверняка можешь скопировать мою технику и даже превзойти ее. Я передам тебе технику запредельной мощи моего кулака, которую я не успел раскрыть полностью, даже украв силу Бога. Ты должен быть благодарен. И это ты называешь просьбой? Если честно, мне как-то пофиг. Но в любом случае, что это нам принесет? Попробуем и узнаем. Ну ладно, хорошо. Наверное, это будет что-то интересное. Можешь считать, что прошел все курсы по боевому искусству. Следи за моими руками. Если кто и может овладеть силой Бога, не касаясь его, так это ты. Молчать. Я забираю свои силы обратно. Ага. Соль? Эй! Сосредоточься! Они оба представили себе свои внутренние вселенные. Частицы и античастицы, сгенерированные космическим излучением Гарроу, двигаясь в обратном направлении, субатомные частицы начинали имитировать движения друг друга. Так же произошло и в теле Сайтамы. Давай, Сайтама! Иди и уничтожь его! Да! Ты единственный, кто может это сделать. Ты должен уничтожить! Это ужасное будущее! Сайтама начал перемещаться назад во времени. Вау! Не могу в это поверить. Твое боевое искусство и правда нечто, Гарроу. Я, ваше ужасное будущее. Угроза божественного урода. Я могу просто сделать так? Я, наконец-то, стал им символом ужаса, который вернет героев в отчаяние абсолютным злом. Спасибо. Гарроу, это ты? Старик, так ты жив? Это форма. Что с тобой случилось? Настоящее время Я наконец-то стал им Символом ужаса Который вернет героев в отчаяние Абсолютным злом Спасибо Удар аномальной силы со спутника Юпитера Вернулся в прошлое И обрушился до того, как был совершен Изменение причины следственных связей Абсолютно неминуемо Один удар обращается в ноль Завершая эту битву Это же... Учитель! Карл! Охотник на героев Что произошло? Моя сила! Она... Куда она уходит? Куда это меня занесло? Куда это меня занесло? Учитель! Простите, не рассчитал Генас, ты напугал меня до чертиков Так ты на самом деле живой? Что случилось? Он пришел из ниоткуда Его сила превосходит даже этого лысика Эй, ты же охотник на героев Гарроу, да? Он определенно выглядит как мое ядро Да? Когда я очнулся, оно было в моей руке А промежность моих штанов была разорвана Какое необычное явление Давайте я попробую подключиться и активировать его Ага, включилось! Ага, что за черт? Похоже, оно настоящее Ага В этот самый миг Память ядра, которая пересекла время и пространство вместе с Айтамой Перетекла в Генаса Эй, эй! Что такое, Генас? Попрошу простить, голова кругом пошла Мастер Это определенно точно Мое ядро Так что же это за воспоминания? Не может быть Будущее, которое могло бы произойти Учитывая обстоятельства Можно предположить, что Учитель! Разве вы ничего не помните? Ага, что именно? Согласно воспоминаниям, которые остались в этом ядре Оно и вы, учитель Пришли из будущего Ага Если вкратце, то Это всего лишь гипотеза Основанная на так называемом параллельном мире или теории мультивселенной Но я подозреваю, что это ядро пришло из одного из бесчисленных параллельных миров Которые отклонились в результате ваших действий Я не знаю, в какой момент произошло это расхождение Когда наблюдатель принимал решение Или когда наблюдатель предпринимал действия Но одно можно сказать точно Что новый вы Отделились от первоначального вас В начале вашего путешествия во времени И сливается с вами в этой временной шкале Когда движение было завершено И слились с вами в этой временной шкале Когда движение было завершено Время разделения и слияния Может быть ключом к тому Когда параллельные миры разделились Возвращаясь к тому, что я говорил В будущем Откуда это ядро появилось? Я был убит Гарроу Даже если бы вы многое скрывали Гарроу никак не смог бы вас переиграть Независимо от того Сколько существует параллельных миров И на самом деле События, связанные с ядром Ясно показали Что даже если бы и произошел худший исход Со смерти меня Или всех других героев Прямо перед вашими глазами Вы бы превзошли время и пространство Чтобы спасти всех нас Ваша способность преодолевать законы причинности И манипулировать ими Теперь являются абсолютным доказательством Вашего совершенного безупречного чувства героизма Что и стоило от вас ожидать Учитель Что касается принципов Лежащих в основе путешествий назад во времени Мы можем предсказать Что оно попадет под один Из трех сценариев Первый из них таков Основываясь на теории относительности Нахождения скорости За увеличение массы Это может серьезно Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хм, ясненько. Так или иначе, хватит об этом. Рад видеть, что ты такой же, как и всегда. Ага, он не вспомнил? Просто не слушал? Или просто не помнит? Вряд ли, ведь это учитель. Вероятно, как и тогда с Морским Королем, он решил проявить благородность и превознести боевые заслуги других героев. Во всяком случае... Учитель, вы пролетели через время и пространство, чтобы спасти всех и весь мир. Ни Гарроу и никто другой во всей вселенной, кроме вас, учитель. Этого не знаю. И кроме меня. А чего ты смеешься? Да так. Мне нужно рассказать об этом людям, которые должны это услышать. Это моя обязанность как ученика. Учитель. Знаете, вы появились как раз в самый последний момент и спасли всех, как и положено герою. Э-э-э? С чего ты это вдруг? Во всяком случае, обычно я не успеваю вовремя. Нет. Вы определенно успели вовремя. Терео... 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 Подъем, Терео! Те-э-э... Дядя? Подождите! Дядя! Мне это приснилось? Там чьи-то голоса. Все сейчас там? Ура! Умри, охотник на героев! Неплохо ты нас отделал, да? Теперь наша очередь охотиться! Это конец. Все кончено. Таинственный удар развеял божественные силы. Гару никак не мог понять, как это произошло. И все же, как ни странно, он принял это без сопротивления. Возможно, это произошло, потому что все было устроено им же только из будущего. Хотя Гару никак не мог этого знать. Что случилось? Неудачники! Ха-ха-ха! Эти ваши жалкие удары все, на что вы способны! Эй! А ну остановились! Все, что вы делаете, так это бьете избитого парня! Ха-ха-ха! Ты на чьей-то стороне? По вине этого типа мы были ранены! Ты же видел, как он буйствовал, верно? Если мы будем просто сидеть и мило болтать об этом, то он испепелит нас всех. Этот человек-монстр уже превратился в полноценного монстра. Его казнь – это единогласное и неизменное решение. Ха! Не помню, чтобы я давал согласие. И я! И я! Ага! Ага! Ты еще кто? Ага! Кто победил Гару? Дядька Бласт? А то у меня голова закружилась, и я толком ничего не увидел. Внезапно появился совершенно голый мужчина, который с одного удара победил Гару и потом улетел. Безусловно. Это выглядело как один из тех приемов Бласта. Ага! Чего? Бласт? Хочешь сказать, что он нам помог? Но почему голый? Хм... Учитель. Ага? Я считаю, что только вы имеете право решать, как поступить с Гару. Ага, с чего бы. Знаешь, и не такой я уж и спец в подобных родах дел. Но, похоже, он просто позволяет им бить себя. Почему бы не позволить каждому заниматься своим делом? Не то, чтобы это действительно имело большой эффект. Ага? Гару. Гару. Хм... Хватит. Я хочу кое-что спросить у этого парня. Ага. Зомби-мэн-сан. Гару. Я не думаю, что человек сможет получить силу такого масштаба, став монстром. Источники этой силы иной. А ты просто выступил аватаром. Верно? Допустим... Божественный. Или что-то в этом роде. Тихо... Тихо... Хах... Ха... С одним из наших врагов было что-то подобное. Божественный? Блац тоже говорил что-то похожее. А... Разве? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что ты там сказал, божественная? Ты совсем башкой тронулся? Все, что здесь произошло, было только из-за меня. Давай же, немедли, убей меня. Прикончи меня. Этот парень больше не хочет жить? Ты сам этого хочешь. Так и быть, исполню твою казнь. Остановитесь! Торео! Торео-кун! Вы все безжалостны! Разве вы не герой? Почему вы все это делаете? Этот дядя настоящий герой, который много раз спасал меня! Дядя, быстрее убегайте! Пожалуйста, не обижайте дядю! О, так это и есть тот дядя, о котором говорил Торео-кун! О, понятно! Этот монстр обманул тебя и переманил на свою сторону! Бедное дитя! Это не так! Теперь нам нужно выполнить наши обязанности как героев! Мы не навредим ему! Поэтому, пожалуйста, веди себя тихо! Ты врешь! Ты только что говорил о его казни! Блин, что же делать? Тут не о чем спорить! Мы же не можем просто отпустить его! Верно? Конечно! Вы хоть представляете, сколько еще урона могут нанести монстры благодаря этому парню, охотящемуся на героев! Да, и в конце концов, он же монстр! Так что у нас нету другого выбора! Ага! О? А, Кинг-сан! А ну быстро прекратили это все! Перед вами стоит ребенок! Мотор Кинга на максимальной мощности! Кинг! Да он в ярости! Вы сделали что-то не так? Эй, Кинг! Кинг-сан! Гарроу! Я не позволю тебе так легко расстаться со своей жизнью! Если ты причинил вред людям, то должен компенсировать ее в десятки раз больше! Нет! Сотни! Спасая других! В этом абсолютное зло лучше всего! Да? Так держать! Тебе стоит понять, кто ты на самом деле! Позволишь мне жить? Ты пожалеешь об этом! Я ни о чем не пожалею! Чуть не забыл тебя поблагодарить! Это ведь ты помог Геннессу и Кингу! Спасибо тебе! Эй! Сайтама! Что будем делать? Хорошо! Давай просто скажем, что ты остановил его и сдержал свое обещание! Я все равно собираюсь остановить его сам! Знаешь, я почти уверен, что именно он спас тебя и Геннесса, когда вас загнали в угол! О! Хм! Как же вы меня достали! Он сбежал! Вот дерьмо! Куда он делся? Черт! Он ведь снова повторит эти зверства! Не-а! Все будет в порядке! Остальное мы должны оставить на старика! Металлический рыцарь! Похоже, что угроза уже миновала! Корабль, который я спроектировал, засек ядерный взрыв! Теперь я начну устранение радиоактивных осадков и аналитическое расследование атаки! Вы все больны острой лучевой болезнью! В лаборатории вы все пройдете обязательные тесты и процедуру обеззараживания! Ага! Хорошо! Учитель! Первым делом нужно попросить доктора Кусена починить твои руки и ноги! Тогда мы сможем начать поиски того, чего осталось от нашей квартиры! Здесь, в этом проливном бассейне! Так точно! И в тот момент я осознал То, что нужно миру, это непредвзятое правосудие А абсолютное непредвзятое зло Настоящий мир через непредвзятый страх, которого герои просто не могут достичь Недоделанный мир, созданный героями Просто делает людей самодовольными в их сердцах И это самодовольство приводит к злодеяниям Кроме того, люди не всегда несут наказание за свои поступки В этом принципиальное различие между ними и монстрами Незовершенный, фальшивый образ мира, который превращает людей во зло Мир, где вы не можете сделать все правильно даже для одного маленького уродливого сопляка Которого дразнят в углу парка В глубине души я знал, что должен был это сделать Я бы отказался от такого мира Я бы стал сильнее всех остальных Я бы стал абсолютным монстром С которым никакая справедливость никогда бы не смогла покончить Хм, вы понимаете, что это расследование о неуплате? Вы сожалеете о том, что сделали? Отвечай на вопрос, который тебе задали! Прошу, простите нас Ох, ну и денек! Допрос об ушейбе, который ты причинил, закончился на прошлой неделе Теперь мы можем наконец сосредоточиться на том, чтобы сделать обход и извиниться перед жертвами твоей охоты на героев Хм, не указывай мне, что делать! Ты мне не отец! Родители Гару никогда не появлялись во время его арестов Хм, возможно, эта старая голова ни на что не годится Но то, что я могу склонить ее перед тобой, радует меня Это значит, что она еще на месте Все, что нужно, чтобы стать родителем, это ребенок Но ты не можешь стать учителем, не проложив путь для него Хм, ну и бредятина Ты, конечно, доставил мне немало хлопот Но помогло то, что ты оказался в месте, которое было легко найти Гару! И что теперь? Все-таки нашел меня, старый болтун? Хе-хе, это не заняло много времени Ведь я тот, кто показал тебе эти секретные тренировочные полигоны Возможно, он хотел, чтобы я его нашел Просто, чтобы ты знал, старик, тебе лучше не заблуждаться Единственная причина, по которой я вернулся к тебе Заключается в том, чтобы я мог вспомнить свой кулак Охотясь на героев, я понял, что не могу найти никого другого, кроме тебя Кто был бы достаточно хорош, чтобы продолжать спарринговать со мной на ежедневной основе Хм, рад, что соответствую твоим стандартам Тогда мне врезали так, что я даже не понял, что произошло И в тот момент я полностью забыл все секреты Которые пробудились во мне с тех пор, как я превратился в монстра О, точно, ты знаешь, как он поживает? Ага, он? Торео, кто же еще? А, ребенок-заложник, который был найден во время операции? Я слышал, что он в полном порядке Камень-ножницы-бумага Хе-хе-хе-хе Похоже, ты монстр, Торео Сговорились друг с другом Ладно, понял Получай! Удар Рейнджера Справедливости! Монстр уничтожен! Хе-хе-хе Вы думали, что я какой-то монстр? Я герой Гарру-мен! Независимо от того, как сильно меня бьют Я всегда стану на ноги Идите на меня все сразу, вы фальшивые герои! А? Это еще что за предыстория? Не выдумывай на ходу Правильно Взорвись или разуейся уже Эй, Торео! Ага Ваган Макон! Это сынок того богатенького мужика на римке? Хочешь поиграть у меня дома? Я только что скачал Кинга Мусоу О, звучит круто Торео, ты дружишь с Ваган Маконом? Ага О, а друзей можно позвать? О, конечно! Он сказал, что можно! Давайте играть вместе! О, ага! Смотрите, это рюкзак ребенка императора! Клево, да? О, о-о-о! Ваган Макон! После того случая, ты стал таким взрослым, что я едва могу тебя узнать! Они быстро взрослеют, не так ли? Да, сэр! Говорят, каков отец, таков и сын! Давай же, отец, подвинься! Извините, пожалуйста! Сделай все возможное, Торео! Я собираюсь сделать то же самое! Старик, как думаешь, ты мог бы устроить для меня что-то вроде боевого состязания с героями? Но, те, с кем я дрался после превращения в монстра, был ты, Бомб, Флэш, Бласт и тот странный лысый парень, Сайтама, или как его там? Если я буду разбираться с ними по порядку, я почти уверен, что на этот раз смогу достичь пробуждения и без превращения в монстра! Ха-ха! Значит, ты уже думаешь, что можешь победить меня? Не забегай так далеко вперед, юноша! Ха-ха! В конце концов, моя спина чувствует себя довольно хорошо с тех пор, как металлический рыцарь провел полное лечение тела. Тебе лучше подготовиться к настоящей тренировке. Ха! Валяй! Приемник Серебряного Клыка? Да, Серебряный Клык станет его опекуном и в конце концов предстоит его ассоциации. Он сказал это, подавая заявление об отставке. Оу! Дыра, которую он оставляет, довольно большая. Ее нужно заполнить. Если он достаточно хорош, чтобы заручиться поддержкой такого человека, я бы хотел видеть его в списке как можно скорее. Так каков же этот новичок? Хм... Ну, ты же знаешь. Нужно просто подождать и посмотреть. Ой, не надо так. Гарроу, да? Все, что мы можем сейчас делать, это довериться Серебряному Клыку. Точнее, на способность Бэнгасана по реабилитации этого парня. Если мы задействуем его, я уверен, что это вызовет огромную негативную реакцию со стороны других героев. Но другого выбора нет. Мы укрепляем наши силы в подготовке к великому пророчеству. Это важнее всего остального. Что ж, мы точно не можем пойти куда-нибудь выпить вместе, так как ты несовершеннолетний. Я думаю, что нет лучшего способа узнать друг друга получше, чем просто приятно поболтать. Есть ли какие-нибудь девушки, которые тебе нравятся? А? Какого черта? Ты меня пугаешь. Это может быть Идол или какая-то другая. Ну, если ты так настаиваешь. Девушка, которая играет желтую гау в гау-рейнджерах. Ее зовут Кира, вроде как. О, актриса из Синтай-шоу. Это застало меня врасплох. О, Синтай-шоу. Это линейка сериалов про отважную команду героев, проще говоря, рейнджеров. Но разве желтые из Синтай-шоу обычно небольшие, сильные, любящие кари? А? Ха-ха. Твоя информация устарела, старик. Давай я расскажу о Синтай-шоу в наши дни. Ха-ха-ха. Твоя информация устарела, старик. Твоя информация устарела, старик.